Сегодня они отложили бумаги, отчеты и декларации. И это субботнее утро посвятили празднику спорта. Семь дисциплин, где каждый из сотрудников налоговых органов выкладывается по полной. Футбол, волейбол, дартс, эстафетный бег, настольный теннис. Серьезные инспекторы налоговой службы уже десятый год подряд облачаются в спортивную форму и пробуют свои силы в разных спортивных дисциплинах. Принимать участие в соревнованиях для многих любимая традиция, которая активно поддерживает областное руководство. Каждый руководитель территориального налогового органа поддерживает эти начинания. В некоторых случаях приглашают даже представителей тренера со стороны, с различных, соответственно, фоков Московской области, которые тренируют наших сотрудников, готовят такой спартакиаде. Доказано, что физическая культура, спорт развивают в том числе и мозговую активность. А для фискальных органов, для налоговых органов, это, наверное, самое главное. Я очень надеюсь, что именно поступление налогов будет увеличиваться благодаря спорту. В этот раз в стенах войска Подмосковья собрались 15 команд, 150 человек, которые предпочли провести субботнее утро активно и с пользой, в чем им уже по традиции помог наш спортивный комплекс. Это честь принимать спартакиад налоговых органов всей Московской области. И уже не первый год мы очень скорпулезно относимся к подготовке этой спартакиады и нам доверяют. Налоговики провели на спортивных соревнованиях целый день. Каждый выбрал для себя ту дисциплину, где он наиболее силен. Кто-то гонял мяч по мини-футбольному полю, кто-то тренировался в меткости в Дарсе, кому-то оказался ближе баскетбол и волейбол. Классное мероприятие, несмотря на то, что утро, это общее единение. Мы любим заниматься спортом, даже не профессионально, просто поучаствовать очень здорово. Это спорт, это здоровье, спорт – это жизнь. Участвую в первый раз, потому что я за спортивный образ жизни. А вот щелковская команда отлично проявила себя в самом интеллектуальном виде спорта – шахматах. Дарья Коловертных уже занимала призовые места, поборолась за них и в этот раз. Шахматы вообще сами по себе, вид спорта такой, что развивает мозговую деятельность, что очень помогает в нашей работе, где действительно работа очень напряженная. А вот такие игры, они отвлекают от работы, и в то же время мы объединены все в одну семью. В итоге Дарья досталась золото в личном зачете, а наша сборная заняла первое место в командном зачете по шахматам. Победители и призеры получили кубки и медали, и выразили желание обязательно вернуться сюда в следующий раз и покорить новые спортивные вершины. Наталья Медведева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok